Всем привет! С вами Снежана и вы на канале Снежана Снежок. Сейчас в Лаги проходит такой тренд, типа вы смотрите в одну сторону, а ноги в другую. Сейчас я вам в этом видео расскажу, покажу как же такое сделать, лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится обычная камера, где мы снимем наше видео, Видеолип, где мы будем монтировать на айфон и Кайнмастер, где мы будем пробовать на андроид и, конечно же, стул! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в инстаграме и на меня в лайки. А теперь погнали! Для начала я расскажу, как снимать видео, Видеолипе. Так как свое видео я нечаянно удалила, поэтому сегодня моделью будет мой друг Владон. Самое первое, что вам нужно сделать, это поставить телефон на штатив или на другое место так, чтобы он не двигался. Заходим в обычную камеру и включаем запись видео. Садимся на стол лицом в одну сторону и поднимаем руки так, чтобы наш пояс мы не прикрывали и двигаем руками так, как в музыке. Вот вы можете видеть мои руки, как я показываю Платону, как можно двигать руками. На этом видео Платон сделал маленькую ошибку. В то время, когда мы снимаем наши руки, ноги не должны двигаться, ноги должны быть в спокойном положении. Снимем несколько туплей, чтобы выбрать самый лучший. И еще раз повторю, самое главное, руками не прикрывать наш пояс. Дальше, не трогая телефон, не отключая даже видео, мы переворачиваемся на другую сторону, поднимаем руки вверх, чтобы они намешали, и двигаем теперь только ногами. На этом видео есть тоже еще одна маленькая ошибка. Вот край видео Платона соприкасается с коленями. Этого тоже не должно быть. Поэтому, когда снимаете видео, обращайте на это внимание. Ну и еще один момент. После того, как вы себя сняли, вы встаете со стула и снимаете просто пустое место. Ну а теперь можно приступать к монтажу. Заходим в видео видео. Нажимаем на плюсик. Добавляем в видео наше, которое мы снимали. Обрежем на нужные части. Выделим вторую часть видео и перенесем его наверх. Я случайно добавила видео пустого места, оно мне не нужно, поэтому я его удалю. Дальше мы выделяем наше верхнее видео и нажимаем на маску. И в панельке нам нужно выбрать маску прямоугольную. Ну или круговую. Это уже нужно смотреть по обстоятельствам. Наводим нашу маску на ту часть, где мы хотим, чтобы у нас появились ноги. И подстраиваем ее. Вот смотрите какой смешной платон у нас получился с двумя ногами. Кстати, это еще одна идея для видео. Прикольненько получилось. Смотрите. Он как паучок. Очень круто получилось. Я еще здесь проиграю с настройками. Выберу вот круговую, либо прямоугольную. И посмотрю, как это будет лучше, чтобы было меньше всего заметнее. А вы уже смотрите, как у вас будет получаться. После того, как мы все подстроили, мы нажимаем на верхнем правом углу экспорт и сохраняем наше видео. Это я показала, как сделать паучка. А теперь покажу действительно то видео, которое было у меня на аккаунте. Заходим в мою программу видео видео и добавляем те же видео, которые нам нужно делать. Ну, чтобы сейчас не тратить время на подставку ног с маской, я добавила то видео, которое я сохранила с двумя ногами. И добавляю пустой фон. Выделяю свой пустой фон и переношу его поверх нашего видео. Так как он у меня очень короткий, я нажимаю на скорость и уменьшаю, чтобы он стал немножко длиннее. Мне нужно, чтобы наш пустой фон был полностью на наше видео. А он у меня короче, поэтому я его выделяю, нажимаю дубль и дублирую и переношу на вторую часть моего видео. Дальше обделяю нашу верхнюю часть видео, нажимаю маска, выбираю круговую или прямоугольную, это вы уже смотрите по своему обстоятельству. И подстраиваем видео так, чтобы оно совпадало так, как нам нужно. Как видите, я играю с разными масками, то уменьшаю, то увеличиваю. Я беру круговую, прямоугольную. Сверху маски есть такие точечки по разным сторонам. Это размытие краю. Чем выше их поднимается, тем меньше не размывается края. Чем ближе к краю, тем хорошо размывается. Но это все нужно проверять, нужно пробовать. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилось довольно неплохо, но из-за того, что у Платона очень длинная кофта, и то, что он с другой стороны тоже их двигал, получилось немножко палевно. Поэтому, ребята, экспериментируйте, пробуйте, у вас должно все получиться. Смысл я вам рассказала, показала. Поэтому у вас все получится. Теперь также сохраняем видео, и можно загружать в лайк. И теперь у вас есть необычное классное видео, и даже два. Не забудьте про паучка двумя ножками, он мне тоже очень понравился. А сейчас я покажу, как смонтировать такое видео на Android в Каймастере. Заходим в Каймастер, нажимаем на плюс и выбираем формат видео. Я выберу горизонтально 16 на 9. Теперь нажимаем «Медиа», «Видео», «Слею видео» и выбираем видео с нашими другими. С одной стороны, как он сидит. Уберем на видео звук и обрежем с разных сторон. Выберем ту часть, которая нам нужна. Выделяем наше видео, нажимаем на ножнички и убираем обрезан справа и обрезан схемы. Нажимаем на слой, мультмедиа, видео и выбираем второе наше видео, где ножки у нас с другой стороны. Увеличиваем наше видео по размеру предыдущего видео и обрежем лишние части. Выделяем наш слой и отрегулируем то место, подставим туда, куда нам нужно. Вот так, чтобы выглядело здесь красиво. Снова поделяем наш слой и в меню ищем функцию обрезка. У меня уже стоит форма квадрат. Если у вас стоит форма другая, вам нужно нажать на слово форма и выбрать ту форму, которая вам нужна. Подставляем нашу маску в то место, где нам нужны ноги в обратную сторону. И ползунком раздываем края так, чтобы не сильно было это заметно. Вот такой хорошенький паучок у нас получился. Сохраняем это видео, если вам нравится. Если вы хотите оставить одни ноги, то смотрите дальше. Снова заходим в Кайммастер, выбираем размер 16 на 9 и добавляем нашего паучка. Растягиваем это видео на весь экран. Нажимаем на обрезка и выбираем маску. Либо прямоугольной формы, либо квадратной. Это уже вы смотрите так, чтобы вам все подходило. Подставляем маску в то место так, чтобы закрыть другие ноги. и оставить ноги в противоположную сторону. Размываем края для надобности. Короче, вы подстраиваете так, как вы считаете, что это будет лучше. После того, как вы все подстроите, наши видео можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт, нет, спасибо, мне нравится водяной знак. И сохраняем. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока. 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 Поехали. Продолжение следует...